Привет, ребята. Сегодня я хочу поговорить о параллелях между их характерами и обременей, с которым они оба сталкиваются, унаследовав волю своих родителей. Это содержит немало обсуждений персонажей и предположений. Во-первых, я не думаю, что это простое совпадение, что сын Кадзуки Адена, дракон, как и Кайда, а сын Кайда, Аден. Кроме того, Мамунасука объявил о своем желании в конечном итоге стать Сёгуном Вано, в то время как Ямато объявил о своем желании быть похожим на Адена, того, кто освободился от оков своего отца и исследовал весь мир в грандиозном приключении. Плавание на корабле Белоуса и Голдэ, Роджера. Что любопытно, так это борьба Ямато между своей мечтой и тем, что его отец намеревается для него. И как мы ясно видим, как Мамунасука изо всех сил пытался не отставать от наследия своего отца и завещания, которое он оставил, чтобы унаследовать, открытие границ Вано. Аден при всем его величии, не был рядом со своей страной, когда она нуждалась в нем. Вместо этого он решил отправиться в свое последнее приключение, чтобы посмеяться над Роджером. Таким образом, в каком-то смысле ему не удалось унаследовать волю своего отца, которой он был обременен, стать Сегуном, защитником Вано, несмотря на то, что он делал все возможное, чтобы спасти многих людей, насколько мог. Это согласуется со многими персонажами Ван Пис, Луффи, Эйсом Санджи, Ло и так далее, все они унаследовали волю фигур своих отцов, а не своих биологических отцов. Это прекрасно сочетается с параллелями между Ямато и Мамунасука. Если попытка Мамунасука открыть границы Вано и стать Сегуном является частью принятия воли Адена, то отказ Ямато от воли Кайда также можно рассматривать как часть Адена, поскольку он отвергает волю Сукияки. Это также имеет смысл, когда он сражается с Кайда на крыше. Он прямо отвергает свою волю и показывает, что он скорее умрет, чем останется запертым в такой закрытой стране. Кроме того, очень интересно, что Мамунасука был в этом великом приключении с Луффи и компанией, чтобы в конечном итоге спасти свою родную страну, в то время как Ямато, который мечтает сделать то же самое, держится в заперти в замке своего отца. Независимо от того, провалится ли рейд на этот раз или нет, я вижу, что эта арка наконец заканчивается тем, что Ямато и Мамунасука свободно позволяют другому человеку унаследовать волю своего отца вместо них. Мамунасука становится Сегуном Вано, что Кайда предназначал для Ямато. А Ямато присоединяется к Соломинке в их грандиозном приключении в Лав Тейл, будучи оденным человеком, который освободился от оков своего рождения, чтобы исследовать мир.